Это целая серия, которая специально создана для поддержки иммунитета. То есть в этой серии ярко выраженное антиоксидантное действие, нейтрализация свободных радикалов, препятствия развитию вирусов, восстановление поддержки иммунной системы. И она состоит из трех продуктов. Чай. В чае 95% ладоника. Это такое вечно зеленое растение. Мы используем цветочки и листочки. Произрастает растение в Греции и Турции. Это 100% натуральный продукт. Он бодрит, тонизирует в течение всего дня, но это не главное его свойство. Главное его свойство, он борется с простудой и профилактирует простудные и бронхолегочные заболевания. И в наш период зимний он очень-очень важен. Что можно с ним делать? Вот всем попробовать, всем это сделать, всем отнести на работу. У нас есть способы приготовления, можете в интернете посмотреть, пунша и глинтвейна. Это когда мы на красном вине добавляем корицу, гвоздику, кусочки яблок, апельсин и так далее. Так вот, попробуйте сделать пунш и глинтвейн, но только не на красном вине, а на чай цистус. Это очень-очень вкусно. Очень вкусно. Реально. Если вы это заварите, это будет горячий напиток, он реально будет бодрить. В случае простуды. Вот как я завариваю в случае простуды. Значит, вот муж у меня недавно несколько дней простудился. То есть классический вариант, когда першит горло, хочется почесать в носу, начинается насморк и ловит все кости. Вот. Ну, я не знаю, что это было, я в это даже не хочу вникать. Значит, смотрите, что я сделала. Я заварила смесь чая цистуса, положила туда сухой шиповник, потом я еще туда положила кусочек лимона и еще дала ему мед. То есть, ну, уже все по максимуму. Вот. Дальше. В горло я набрызгала спрей. Спрей содержит 86% ладоника. И дала ему 3 капсулы. 3 капсулы. Всего в упаковочке у нас 60 капсул. Честно скажу, если вся семья в лёжку ляжет от гриппа, то до всю семью этих 60 капсул хватит. Вот. Потому что, ну, вот как я конкретно лечу. Значит, первый день я сразу 3-4 капсулы принимаю. Второй день на одну капсулу меньше. Третий день одну капсулу. На четвертый день ты просто здоров и ты больше ее не принимаешь. Поэтому оставшуюся упаковочку я храню в холодильнике. Вот. Создана эта триу специально. Мы можем использовать отдельно чай. Может быть, этого будет достаточно. При более сложных вариантах капсулы. Вы знаете, я сейчас всё-таки капсулы про запас держу. Потому что была такая ситуация, что я очень сильно простыла. Понятно, я за 3 дня нашими продуктами вылечилась. Но я очень сильно пожалела о том, чтобы у меня не было капсул цистус. Потому что я бы вот такое тяжёлое состояние сняла за один день. Вот. А эта линия, она находится в дефиците. Вот у нас, например, в Екатеринбурге в офисе нет вот спрея. И поэтому сейчас мы будем его заказывать из Москвы. Вот. Значит, как действует спрей? Спрей можно использовать для лечения и для профилактики. Если у вас есть маленькие деточки, которые в садик ходят, как сделать, чтобы они ходили в садик, а не сидели на больничном вместе с вами? Значит, утром. Ребёночек встал, водичку попил, зубики почистил. И на чистую слизистую делаем два раза. Пшик. Пшик. Всё. Горлышко. Вот. Значит, что мы этим добиваемся? Значит, цистус спрей, в отличие от алоэ вера спрея, он обладает таким, знаете, быстрым, проникающим в кровь действием. Он как будто прилипает к слизистой. И всё. И сразу в кровь. Даже если насморк, мы брызгаем в горлышко. И вот у меня есть несколько семей, кто начал брызгать вот спрей цистус деткам садиковского возраста в горлышко. И они вот эту вот маленькую упаковочку растягивают почти на два месяца. Значит, когда вы почувствуете, что нет такой, ну, опасности, что нет эпидемии, все они закончили, всё хорошо. Пожалуйста, можно от циэспрыстус отказаться в горлышко, чаёк, например, попить. Если вы приехали, например, летом на юг, на море, ну, если у вас всё хорошо, и смены климата сильные нету, и все, извините, детки купаются в море с утра до ночи, конечно же, это не нужно. Но как только, как только вы поехали назад, вот сейчас меня очень многие вспомнят, особенно после Турции, бассейна, особенно после нашего юга, где не всегда хорошо работает канализация, которая идёт в море, в большинстве случаев, летом. Очень большая опасность на пути назад в поезде заболеть. Поэтому обязательно с собой берём и используем вот тогда, когда эта опасность есть. Если ребёнок плавает в море летом, простите, пусть плавает без всяких цистусов. А зимой вот это прямо наша формула. Вот, я, в общем, вот эту часть цистус, сразу ещё скажу, он не заваривается за 2-3 минуты. Либо он заваривается за 10-15 минут, причём его надо укутать. Вот, либо его можно 1-3 минуты кипятить. Вот, выбирайте. Либо вот у меня была, знаете, такая посуда чугунная. Чугунный был заварочный чайник, он очень долго оставался горячим, мы его просто накрывали. То есть, вот, чай цистус надо подольше заварить. Подольше заварить, он роскошный. Продолжение следует...